Приветствую вас! На самом деле, упражнений для поднятия самооценки очень много, и нужно как бы работать именно с вами, чтобы понять, какое упражнение пройдет именно вам для поднятия, собственно говоря, самооценки, вот, потому что ведь еще нужно узнать, в чем именно ваша самооценка хромает и из-за чего, понимаете? Видите ли, самооценка такая штука, которую с одной стороны, с одной стороны, можно, поднимать, ну, вот, именно, знаете как, с внешней позиции, да? То есть самооценка такая штука, которая представляет из себя, ну, неправильное представление о себе, да, заниженное представление о себе. А откуда у человека неправильное представление о себе? Заниженное представление о себе. Откуда у человека? И само же оно взяться не могло, вот. Значит, если у человека есть заниженная самооценка, заниженное, заниженное представление о себе, значит, что человек, где-то, как-то, когда-то, почему-то получил такой опыт, что, вот, я плохая, например, я, там, недостойная, например, ну, и так далее, и так далее, вот. Знаете, какой, какой момент? Если, если ситуация складывается именно так, то работать нужно именно с тем, кто, как, по какой причине вам внушил, что у вас, там, меньше плюсов, меньше достоинств, чем у других людей. То есть вам кто-то внушил это, скорее всего, родительская семья, это 100%. Это так. С этим нужно работать. Есть специальные методы, например, метод возрастной регрессии, когда человек возвращается в тот вот эпизод, который с ним произошел. Во-первых, эпизод ищется, во-вторых, человек вот этот эпизод возвращается, заново его прошивает и меняет, собственно говоря, свою модель поведения в этом самом эпизоде. Вот. И таким образом учится менять свое восприятие реальности. Вот. Это так называемая работа с внутренними причинами заниженной самооценки, которыми всегда являются те или иные представления, внушенные нашими фигурами. Ну, для нас, наших любимых фигурами. Значит, что вы можете сделать самым? Да? Упражнение на ретрофлексию. Какое это упражнение на ретрофлексию? Проанализируйте свои чувства. То есть, вот, что я чувствую. Что я чувствую и, соответственно, на кого направлены мои чувства. Ну, просто на кого направлены мои чувства. Вот я, например, чувствую злость, допустим. Чувствую злость на себя. Ну, хорошо. Я чувствую злость на себя. А на кого моя злость направлена, если вот так вот позволить ей течь свободно? На кого? На какого-то человека, на какое-то обстоятельство, на кого? Или на что? И вот ваша цель найти этот объект и оставить, оставить этот объект с этим чувством. То есть, это относится к нему, к этому объекту, грубо говоря, не к вам. Понимаете? Какая история? Это упражнение на ретрофлексию. Если говорить о, соответственно, внешних проявлениях самооценки, да, то в первую очередь это ваше отношение к своим позитивным и негативным сторонам. Например, у вас есть, допустим, ряд недостатков. Ну, по вашему мнению, у вас есть ряд недостатков. Хорошо. По чему вы считаете, что это недостатки? По какой причине вы считаете, что это недостатки? Чем они вредят вам, эти недостатки? Коррелируется ли, то есть имеется ли причинно-следственная связь между тем, что вы считаете недостатками, тем, что вам вредит, и тем, кто считают недопустимыми другие люди? Например. Что определяется, по вашему мнению, недостаток? Кем определяется, по вашему мнению, недостаток? Кем он определяется? Именно, вот вопрос, именно такой, кем определяется, недостаток? Что это за, это субъективное мнение, это объективное мнение, то есть вот конкретика здесь нужна. Чем, чем больше будет конкретики, тем, соответственно, будет лучше для вас. Чем больше будет конкретики в этом аспекте. Значит, дальше идём. Почему вы решили доверять тому, кто вынес вердикт относительно того, что у вас это вот недостаток, ну, какое-то качество? То есть это критическое отношение, но не к себе, а к тому, на что вы ориентируетесь, на что или на кого вы ориентируетесь. Понимаете? Именно критическое отношение. То есть, ни в коем случае не безоговорочное принятие того, что вам говорят, например. Дальше. Составляем список, составляем список своих качеств, как положительных, так и отрицательных. Значит, список отрицательных качеств у вас, скорее всего, будет больше, чем положительных. Ну, оно и понятно, ибо у вас заниженная самооценка, да? Вот. Значит, что нужно сделать? Нужно напротив каждого качества, которое будет вами выписано, дописать свою пару. Что это у положительного качества отрицательную сторону, а у отрицательного качества положительную сторону. Вот. И после этого, после того, как это будет сделано, выработать свое отношение к этому. И объединить пары в качествах, в единые характеристики. Например, вспыльчивость негативных качествах и искренность позитивных качествах. А характеристика как бы единая, да? Это эмоциональность. Соответственно, является ли эмоциональность, грубо говоря, отрицательным качеством, например? Ну, вряд ли. Ну, вряд ли. Вряд ли. Да, вряд ли. Эмоциональность является отрицательным качеством. А является ли эмоциональность положительным качеством? Тоже. На самом деле, вряд ли. Потому что эмоциональность, она просто эмоциональность. Она без оценки. Но вот. Кто дает оценку, то есть кто считает, что качество то или иное является плохим, люди. Как люди выносят, выносят оценочное суждение, исходя из чего? Исходя из двух аспектов, да. Первый аспект направленность на другого человека, например, на вас. Второй аспект это направленность на, собственно, самих себя, да. Вот. Значит, значит, если человек вынес вердикт, вынес вердикт относительно того, что какое-то качество, ну, ваше качество, да, является, например, негативным, то он, этот человек мог преследовать две цели. Первое, вам помочь, второе, вам навредить. Если человек, грубо говоря, хотел вам помочь, соответственно, он обращается с вами так, чтобы, ну, вот вы, значит, чувствовали, да, что есть польза от того, что человек вам говорит, да, и так далее. Это если человек вам старается на пользу. Если человек вам вредит, то вы чувствуете, что вам негатив. будет, ну, и соответственно, если в результате каких-то действий и ваша самооценка начала падать, да, существенно, то можно ли, вот, например, говорить о том, что человек, человек делает это для вас? Нет. Можно ли говорить, что человек был объективен? Нет, нельзя. Человек не был объективен. Ну и, соответственно, если человек не был объективен, значит и важное восприятие качества, которое вы посчитали недостойным того, чтобы оно у вас было, является, по сути дела, ну, скорее всего, ложной оценкой того, что на самом деле происходило, того, что на самом деле имело место быть, понимаете? Вот. То есть, по сути, это вот такой вот анализ. И на протяжении вот всего анализа, на протяжении всего анализа, вам и нужно действовать вот так, вам и нужно действовать вот в таком ключе, анализируя всё, ну, примерно вот в таком аспекте, анализируя всё, примерно вот в таком направлении. Только так вы можете, собственно говоря, значит, чего-то добиться, собственно, только так вы можете изменить. Ну а дальше дело техники. Качества, в том числе и негативные, да, значит, они определяются исключительно вредом для вас и для окружающих людей. И, как вы понимаете, любое, в общем и целом, любое качество, которое вы можете использовать, да, оно, любое качество имеет место быть абсолютно, если оно не вредит другим людям. Вот и всё. Соответственно. И мне представляется работа над качествами вот таким образом. То есть вы просто берёте и начинаете анализировать, что мне действительно во вред, что мне действительно на пользу. Вот. Что для меня важно, что для меня не важно, что мне нужно, что мне нет, что приносят пользы, а что нет. Например, спильчивость пользы – ну, нет, да, впыльчивость пользы не приносят. Хорошо. Если впыльчивость пользы не приносят, значит, что я должен飾 querer уменьшить, понять причину своей стыльчивости и, соответственно, это вот чувство, которое мной движет, как-то вот более правильно, более, менее взрывоопасно, да, реализовывать. Вот. Ну, согласитесь, что это далеко не, далеко не так сложно, как вот кажется на первый взгляд. Вот. Дальше, дальше. О чём можно сказать дальше? Значит, как правило, как правило, иногда в дело вмешивается ещё и вина, чувство вины, чувство стыда, да. Здесь используется техника семистульев по штольцу или элемент психодрамы, когда человек как бы проживает, ну, жизнь, чувство эмоций другого. То есть, если вы чувствуете вину, да, кто обвиняет вас, если вы чувствуете вину? Если вы чувствуете, что вы, значит, ну, обвиняете себя, да, вот, кто обвиняет? Кто винить? Чего хочет этот человек, тот, кто обвиняет? Что ему нужно? Вот. К чему он стремится? Чего он хочет? Об этом, в общем и целом, тоже можно, можно и нужно, как следует, подумать и, собственно, уже, вот, на основании этого, понять, чего человек хочет, нацелен ли он, если он нацелен на вас, то можно, соответственно, принять в таком случае его позицию и сказать, да, хорошо, я вижу, что ты, ну, ты нацелен, нацелен на меня, человек, я вижу, что ты, значит, как бы, ну, если ты нацелен на меня, то хорошо. хорошо, вот, значит, тогда я могу прислушиваться к тебе и что-то взять для себя из того, что ты говоришь. Говоришь. А если ты нацелен не на меня, то, соответственно, я и не буду к тебе прислушиваться, прислушиваться. Вот. Ну, если меня всё-таки задевает, если меня всё-таки задевает то, что ты говоришь, то, значит, мне нужно подумать о том, что именно меня задевает и по какой причине. И с этим тоже мне нужно будет что-то сделать. Понимаете, да, о чём идёт речь? То есть нужно учиться отделять, отделять одно от, собственно говоря, другого. Саша, вы всё-таки понимали для себя, что вот есть, грубо говоря, есть вы, да, есть вы, а есть, соответственно, другой человек. И нужно грамотно смотреть на то, что человек хочет от вас. Следующий пункт – это умение говорить «нет», отстаивание своих личных границ психических и физических. Это только я решаю, где, кто, как и когда меня коснётся. А это физические границы. А психические границы – это что я могу позволить по отношению к себе другому человеку, что я, соответственно, позволить не могу. Что я готова сделать для другого человека, что я не готова сделать для другого человека. Вот, какое отношение к себе я приемлю и почему, какое отношение я к себе не приемлю и почему. Где заканчивается моя ответственность и где начинается ответственность другого человека. Так, это вот все такие моменты, все моменты, которые, значит, направлены на личные границы. Сколько времени уйдет на это, зависит исключительно от вас, от того, насколько вы будете усердно работать. Если усердно добросовестно, то быстрее. Если менее усердно добросовестно, то медленно. Вот. Значит, по поводу книг, лично я считаю, что книги не должны читаться клиентами. Лично я считаю, что книги должны читаться только теми, у кого нет проблем. Потому что иначе информация из книги будет браться на свой счет, восприниматься, и в итоге человек еще больше запутываться будет. Вот. Поэтому я не считаю, что можно рекомендовать книги. Я не считаю, что это имеет смысл для клиента, у которого есть реальные проблемы. Вот. То, что я сказал, с того, что я сказал, в принципе, более чем достаточно для работы над собой в течение, в течение, ну, довольно продолжительного времени. Вот. Соответственно, без всяких книг. Вот. Как вы почувствуете, что вам помогло? Значит, как вы почувствуете? Почувствуете вы это так, что у вас, во-первых, будет снижаться неуверенность в себе, у вас будет повышаться уровень принятия себя, вы будете лучше себя понимать, вы будете лучше чувствовать себя, вот, уйдет чувство вины, чувство вины не будет. Вот. И вы будете больше о себе заботиться, и вы сможете сказать себе, да, например, да, я этого засручиваю, да, я этого достойно, да, я этого, соответственно, могу, хочу и получу. Вот. Вот. И вы будете четко понимать, где заканчиваетесь вы, где заканчивается ваша ответственность, и начинается ответственность, собственно говоря, другого человека. Ну. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!